Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, В июле сморит всех жара. Купаться будем до утра И тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, И снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, А жизни бренной рассуждая, Что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, А остальное просто медь, Ее не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, И строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, Готовая сие принять, И от восторга засиять. 18 января. Крещенский сочельник. Это второй сочельник. Проводит обряды, связанные с освящением воды. Накануне крещения это происходило в храмах, Потом на дворе, около родников и рек. Снег собранный. Крещенский вечер способен исцелять болезни. Поэтому снегом умывались. Талую воду из него долго хранили, Используя ее даже в качестве лекарства. Девушки сегодня старались почаще умываться чистым снегом, Чтобы сделать кожу более белой и красивой. Этот день известен и как Голодная кутья. По старинному обычаю в этот вечер не ужинали. Название Голодная кутья произошло потому, Что приближался следующий пост. Поэтому в Крещенский сочельник готовили Голодную кутью, Пресное сочево, без масла и творога. Крещенский вечерок считался временем разгула нечистой силы. Чтобы оградить жилище, рисуют мелом кресты на всех дверях и оконных храмах. Если не поставить в Крещенский сочельник креста на дверях, Быть беде. Так считали в старину. Вечером гадали. В ночь на крещение в реке окунались, Чтобы смыть грехи. Приметы. Какова погода сегодня, Такой она будет и на Маслицу. Если идет снег, Жди хорошего урожая зерновых культур. Дует сильный южный ветер, Лето будет грозовым. На деревьях мало снега, И ягод не будет. Если снег погнул ветки на деревьях, Жди богатого урожая. Полный месяц сегодня, К разливу рек весной. Если скотину сегодня накормить кормом с примесью снега, Она легко переживет крещенские морозы. Если кур сегодня накормить снегом, Будут нестись весь год. Если больного обложить крещенским снегом, Болезнь отступит. Такой способ лечения помогает при болях в ногах и голове. Если в крещенский сочинник искупаться в бане, Это к здоровью и красоте. Сегодня снег бросали в колодец, Чтобы вода в нем не испортилась. Если девушка умеется талой водой сегодня, У нее не будет веснушек, И она не заболеет оспой. Будет привлекательной для мужчин. И даже в этом блюде у нас будет сельдерей, И вы его натрете, да? Да, без сельдерей. Кстати, сельдерей он будет давать, Интересно, он будет давать особую силу, И как мужчинам, как и женщинам, так и детям. Поэтому сельдерей в небольшом количестве, Но обязательно включайте в свою пищу. Лучше всего, конечно, в корме. Ох, тут он у нас слишком высох, Поэтому высохшее мы срежем. А вот он надо. А я, знаете, признаюсь, что думаю, Раз корешок, корняков, Просто бульон для аромата, без терки, тоже можно? Можно, и действительно, мы тогда его просто не будем тереть. А потом я его вытаскиваю. Я могу так лук класть, например, могу так сельдерей класть. Мы его кубиками подрежем, У нас будет, ой, какой душистый сельдерей. Вот свеженький сейчас отрезали. Вот так вот. И его вообще-то надо желать, пускать. Сельдерей полезен для того, Чтобы у нас еще зубки укреплялись. Он пойдет по желудочно-кишечному тракту, Будет возбуждать вот эти все пищеварительные железы, Соки выделят и так далее. Все. Давайте пожуем, пока у нас варится картошечка. Значит, смотрите, что там произошло. Ароматный. Новости. Новости какие. Вода закипела, уменьшили огонь. Картошечка варится буквально 2-3 минуты. Так как мы ее мелко нарезали, Можно уже, наверное, будет добавлять и морковь, и свеклу. Хорошо, как только морковочка у нас готова, Действительно, добавляем еще морковь, свеклу, зелень. Немножечко все это поварилось. И все, блюдо у нас готово. Мы это оставляем. Ну, мы же можем дать такое напутствие На авторскую рецептуру для наших зрителей. Вот основа-то в чем? Это овощной суп с проросшей пшеницей. Наш главный секрет. А овощи люди могут добавлять и комбинировать по своему желанию. Это точно. Здесь должно быть действительно творчество. Хотите морковочки, там больше, меньше, свеколки, там побольше, там поменьше, Сельдерей и прочее, прочее, прочее. И я еще хочу сказать, рассказать о том, А как себя вести за столом? Да. Дело в том, что за столом, когда мы садимся, помолились. Прием пищи, это должен быть такое, ну, своего рода таинство. Потому что во время него мы с вами строим свое тело и здоровье. Поэтому никаких не должно быть разговоров, каких-то деловых или еще чего-то, Чтоб не отвлекался ум на какие-то там такие процессы, Совершенно противоположные нашему здоровью. Наоборот, шутки, веселье, какая-то там радость такая вот, Семья объединилась за столом, поглощаем пищу, тщательно жуем. Это будет то, что надо. А когда наоборот человек начинает все, вот это вот еще ругается за столом, Вот они встретились для того, чтобы у вас нет отношения во время приема пищи. Это вообще недопустимо, такого не должно быть. Поэтому люди потом, они удивляются, а почему у них давление повышено, А почему у них там, допустим, кости начинают разжижаться, Или там куда-то там мастия бороться возникает. А потому что мало обращает внимания на свою ежедневную жизнь, Которая, она включает, конечно же, и трапезу, Которой стоит относиться к грамотным. И при этом эмоциями во время порлащения пищи, Они себя разрушают. То есть этого не должно быть. Я сейчас еще раз попробую картошку, Потому что мне кажется, что у меня есть смысл добавлять. Мелко натертую морковь. Испомнил один эпизод? Ну, точно. Хорошо, что остановили с кожурой. Да, честное слово, очень вкусно. Кстати, как раз вот в этой вот кожуре содержится гораздо больше микроэлементов, Нежели в середине. И более того, под самой кожурой находится особый слой таких веществ. Он содержит много ферментов, которые помогают. Это супер, да? Картошка. А я добавляю, закладываю еще свеклу. И вот как только это закипит, на самом деле, мы можем считать, что готово. Потому что вы намил третёрки. А сельдерей это еще не добавляло. Вот это просто... Вот сейчас самое время, да? Да. Хорошо. Так, зелень мы будем, чтобы украшать. Зелень мы сейчас миленько порежем и будем добавлять практически уже готово. Почему? Потому что, ну, она быстро разваривается. И чтобы, знаете, сохранила свою, как бы сказать, первозданность, сохранила свою хрустинку. Тогда она будет, ну... Жевая. Понимаете, такая хорошая и желанная. А когда все разварится в какую-то бумагу такую, знаете, то толку не будет. А я вспомнила, какой эпизод. Вот, например, заходит компания в кафе. Действительно, хотят поесть. И вот в этой компании есть курящие, а есть не курящие. Вот на что я обращала внимание. Стоит эта компания, и люди, значит, ну, в интернет-отеле спрашивают, вам курящий зал или не курящий? И те, которые не курящие, стоят и молчат. А я сейчас понимаю, люди не курящие, говорите, мы выбираем не курящие. Почему? Потому что вот эта атмосфера, этого дыма, тоже сказывается отрицательно. Отрицательно сказывается на нашем здоровье. На нашем здоровье, и именно во время приема пищи. И, кстати... Да, застаивайте на небольшом зале. Правильно. Я думаю, что скоро как раз за комнат этот выйдет, и уже меньше будет курить. Правда. Так вот, Таня подняла очень интересную еще тему. Вот, вы зашли действительно в кафе покушать. А рядом там люди сидят, они могут как-то сквернословить или еще что-то говорить. И, вы знаете, есть довольно-таки неприятно. И что получается? Когда человек еще сквернословит, особенно за столом, то тем самым вот эти скверные слова, как мы уже ранее говорили, притягивают сущности, которые могут войти в еду, питье и так далее. И потом, естественно, попадают в вам, и ни о каком здоровье не может быть речи. Что надо в этом случае сделать? Обязательно, как только услышите матерное слово, вы хотя бы про себя, там, кратко молитву... Какую, например? Господи, по-другому. Господи, по-другому. И хотя бы так мысленно перекрестите пищу. Мысленно перекрестите пищу. Как только мы с вами мысленно перекрещиваем пищу, то та негативная информация, которая от слова влетела в нее и потом попадает в ваш организм... Знаете, вот трудно это все понимать, но благодаря тому, что у нас появились компьютеры, и мы входим в интернет, и оттуда лезут вирусы. Хотим мы того, не хотим мы того. Так вот любое слово, оказывается, плохое, оно как вирус начинает, входит в нашу систему и начинает потихонечку ее разрушать. У них это сильнее, у других это меньше. Организм старается все это преодолеть, чтобы, как вы сказали, наша система работала нормально. Поэтому, услышали матерное слово? Раз, там, мысленно перекрестили. Раз, два, три. И все, и после. И на то самое время закладываете... Нет, 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 нет. Вот, Анюша наша спешит. Не в коем случае. Смотрите, вода еще кипит. Кипит. Кипиток, представляете, зерно, оно живое, оно растет, и только она сразу в кипяток попала. Что получается? Ожог. Вот, она чувствует ожог, она чувствует боль, и поэтому там и белки там сворачиваются, и витамины там разрушаются. Подождем, подождем, как только у нас остыть. Так я выключила, я выключила. Хорошо, хорошо. Соль надо добавить. Соль будем по вкусу добавлять, или посреди на... блюда. Вот, как только температура снижается до 45 градусов, это та температура, при которой не разрушаются ни белки, ни витамины, мы тогда, уже готовое блюдо, каждый берет себе там одну ложечку, две ложечки проросшей. Хорошо, давайте тогда посвятим время, которое у нас осталось до остывания нашего супа, чтобы заложить зелень и проросшую пшеницу, посвятим, ну, скажем так, накрыванию стола и подготовке, вспоминанию той самой молитвы, которая имеет смысл читать перед едой. Потому что там же по церковному уставу не так уж много молитв для людей, которые должны эти молитвы произносить, чтобы улучшить свою жизнь. Это либо отче наш, либо, ну, я признаюсь, для меня новое. Поэтому я ее не знаю, буду, Геннадий Петрович, на вас ориентироваться. А сейчас, мне кажется, имеет смысл накрыть стол хотя бы здесь, симпровизированным. Почему? Потому что отдача блюда, мне кажется, и его красота тоже влияет на восприятие пищи. Правильно? Совершенно верно. Танюша, сейчас закладываем зелень. Уже туда? Да, закладываем зелень. И буквально-таки через минутку, через две, можно будет уже наливать супик в наши тарелочки. И уже туда? Давайте, красиво. Раз. Давайте, давайте. Так. Красота везде должна быть, потому что красота – это признак гармонии, признак душевной радости. И когда все это делается действительно красиво, то человек получает еще в пище такие благоприятные эмоции, которые начинают питать его душу. Потому что пища питает наше тело, а возвышенное мышление, обращение к Богу с молитвой, способствует тому, что оно питает еще душу. Спасибо.